всем привет меня зовут павел балов и добро пожаловать на мой канал мы продолжаем играть fallout 3 как видите у нас тут появляются новые миссии из дополнений в том числе вот это тоже из дополнения корабль чужих зета на пустошек появилась радиоволна слова разобрать невозможно но в них слышится что-то угрожающее ладно и пока мы на эти дополнительные миссии менту каута привет из поинт лукаута земель славящихся теплыми пляжами и обширными болотами табер паромщик привел герцогиню гамбит лучшие судно восточного побережья он привез из голодавшимся жителям столичной пустоши чудесные плоды панги попробуйте и что так не восстанавливать силы так как это вкуснейшая и полезнейшая добавка к вашему ежедневному рациону теперь вы можете купить воды панги как в магазине у вашего дома так и прямо на герцогине гамбит стоящий на причале к югу от цитадели специальный приз эгей искатель приключений мечтаете сокровищах запрятных в поинт локауте поговорьте с тобором получите билет в эту страну тайн и загадок это вот задание вот ведь у нас есть четыре задания и пока мы пойдем по заданию след в след потому что лезть по заданиям из по заданиям из дополнений нам рано мы еще слишком маленький загружен дополнение брокен стил максимально возможный уровень героя поднят до 30 спасибо так как видите у нас мало жизней нужно попить водички выглядит это конечно как говно этим пахнем тревога на столичный пустоши слышен новый радиосигнал похоже на экстренный вызов но кажется он предназначен только для определенного круга лиц все ладно это все фигня помощи с коем это короче все на потом сейчас у нас другая задача нам нужно найти батьку ну и просто побегать поискать какие-нибудь миссии так пойдем так нужно добраться нам до мегатонны до ближайшего города и как видите вот она красавица пустоши город мегатонны ворона жаловать друг ищешь подходящий наряд а торговец одеждой заходи заходи меня зовут ворон я путешествую по округе предлагаю защитные одежды и тебе повезло что я так во время тебя нашел по тебе я вижу что тебя преследует но я с гордостью могу сказать мои товары защитят даже от цепких когтей самой смерти взгляни давай посмотрим я хочу кое-что купить посмотри что есть может тебе что я очень крышечек поэтому продадим мы все наши лишние давайте посмотрим одежда пневматическое ружье мы пока себе оставим но конечно бесполезное но это типа как ностальгия потом положу его себе домой питу мы тоже оставим против маленьких противников броня охрана убежище пять штук продадим сует а сопротивление урона если что и все они окончились крышки на будут поискать в городе кто она может предложить крышек все бомжара пошел вы еще один довольный спасибо там сидит уравей угрозы минимальны ганский муравей слава богу новое лицо воды пожалуйста воды что это за место какое-то город это мегатонна ты что откуда-то из глубинки что ли все знают про мегатонну здесь много воды но они выдают ее только горожанам или тем кто заплатит подойдет любая вода я раньше пил что попало но я больше не могу сейчас меня просто вывернет от нее мне нужна очищенная вода пожалуйста извини у меня нет вода для тебя пожалуйста хотя бы немного пожалуйста как классно без мимики голосом пытаться выразить эмоции персонажей ладно и готовно нужно узнать об отце меня зовут лукас симс я тут шериф и мэр тоже когда надо не знаю почему но ты мне нравишься парень что-то мне подсказывает что тебе можно доверять так что добро пожаловать в мегатонну свистни если тебе что-нибудь понадобится симпатичный вас тут городок шериф приятно познакомиться дружелюбие и хорошие манеры похоже мы отлично подошли не обижай моих людей и можешь оставаться сколько пожелаешь хорошо понятно хорошо что мы понимаем друг друга и так могу я чем-нибудь тебе помочь я ищу моего отца ему на вид под пятьдесят не попадался такой не прости у меня тут забот полон рот нет времени следить за каждым новеньким поспрашивай в городе а что у вас в городе есть и где да запросто партнер что тебе нужно найти где здесь ближайшая больница наша больница внизу в кратере около бомбы док черч немного грубоват но у него настоящий талант да и сострадания хватает где здесь торговец оружием наверное тебе стоит обратиться к море из магазина на кратере она торгует оружием насколько я знаю она его еще и делает мастери и магазинчик как раз около кратер окей понял где могу переночевать у мариарки на юге города поговори с новой она тебе поможет ладно поговорим о ком конечно в чем дело давай поговорим о бомбе а что такое ты не думаешь что кому-нибудь следует ее разрядить никому из местных я эту работу не доверю к тому же многие даже не понимают что она опасна кромвель и его придурки из церкви атома вообще поклоняются этой штук серьезно что ты знаешь как ее разрядить совсем ну я попробую разрядить эту бомбу хорошо отлично но послушай сперва ты просто погляди не спеши если выполнишь работу получишь 100 крышек эксперты по саперному делу обходится не дешево я хочу 500 крышечек боюсь не выгорит мы крышечки не рисуем ну ладно 100 крышек я попробую отлично давай посмотри что ты сможешь сделать только осторожно то силу атома мне пора идти будь по вежливее окей пошли тогда найдем торговца по оружию вот сила атома обезвредить атомную бомбу в мегатоне видите вот там вот внизу она расположена салин магазин туалеты жилые дома особняк бар все будут оглушены громом его голоса кто это тут у нас да неужели новый член нашего скромного сообщества добро пожаловать милое дитя добро пожаловать в мегатонну я исповедник кромвель пророк атома и отец немеркнущего сияния прошу тебя дитя приходи в церковь в любое время в любое я ищу моего отца на ему на вид под 50 не попадался такой многие путешественники оседают в злачных местах мегатонны предлагаю тебе поговорить с коленом морярти и спросить его морярти ладно хорошо мне пора идти желаю тебе доброго пути пути что же бомба так ваш уровень навыка взрывчатка недостаточно чтобы иметь дело с этой бомбой требуется навык взрывчатка 25 и выше окей значит следующий раз потом когда-нибудь пойдем клиника это вот это вот внизу клиника так нам нужно будем поговорим с морей продадим и все магазин на кратере говорят ты прямо из убежища давно никого оттуда не встречала до рада встрече я держу магазин на кратере но основные мои занятия механика и исследования вот слушай я пишу книгу о пустошах было бы круто вставить туда вступление написанное жителем убежище выручишь меня а конечно я могу много рассказать о жизни в убежище отлично расскажи-ка каково это провести всю жизнь под землей потом выйти наружу самый первый раз расскажи что-нибудь ну здесь снаружи просто великолепно потолка в главной комнате вообще не видно ты себе представить не можешь как сложно менять вон ту большую лампочку кстати это отлично пойдет для вступления ничего нет лучше хорошей шутки вот бери костюм чувствую я он тебе понадобится это отлично подойдет для книги кстати хочешь помочь мне в исследованиях будет весело а я еще и заплачу что это за книга над которой ты работаешь ну там же на пустошах опасно верно людям очень пригодится сборник хороших советов что-то вроде пособия по выживанию на пустошах мне для этого нужен помощник чтобы испытывать мою теорию на практике не хочу чтобы кто-то пострадал из-за ошибки никто не любит когда это случается нет тогда они так орут на меня очень злыми злыми словами ну ладно помогу я тебе с твоим руководством по выживанию ну тогда ладно ну что ж думаю первая глава будет рассказывать о том как выживать среди ежедневных опасностей где можно и где нельзя искать пищу чем опасна радиация как не подорваться на мине и даже как получить с нее прибыль забавно звучит да что ты хочешь сделать сначала ну пусть например я могу достать еду что тебе нужно ну еды и лекарств рано или поздно они потребуются каждому правда так что нужно найти закрома где они лежат неподалеку есть старый супермарт мне бы узнать сохранились ли в таких местах продукты и медикаменты окей заглянув супермарт о прекрасно еда самое важное но если найдешь лекарство будет совсем хорошо а если там ничего нет постарайся хотя бы вернуться в целости и охранности ладно так как насчет того чтобы обеззреть бомбу еще чего не хватало для тех славных ребят из церкви это будет настоящим потрясением к тому же это бомба никому еще не вредила живи и давай жить другим так кей давай по торгуем конечно так давай посмотрим чем можем тебе продать у нас есть оружие мы себе оставил то нам не дала бронеками без вон убежище вот мы его себе возьмем его наденем он потому что крутой броню можем продать довоенную бейсболку на хрен комбинезон убежище это мы на память оставим комбинезон 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 так лабораторный халат вот наука плюс 5 мы оставим пока что на будущее очки рабочий комбинезон ну типа в принципе то взлом плюс 5 нормально пригодится водочку мы тебе продадим медикс ментат и вот это надо продать просто я вообще-то не наркоман мясо от тараканов до военные деньги вот и у нее можно купить патрончиков нам для пистолета чтобы отправиться потом за но в магазин в тут на всякий случай я не буду рассказывать что нас там ждет чтобы это был сюрприз и поэтому я буду все время говорить давайте посмотрим что же нас там ожидает вот вот эти патрончики можно взять на будущее они все ничего не весят а у нее всего столько денег не хватает чтобы нас оплатить полностью окей удачная не пройти вообще мечты колину ну я думаю мы можем позаниматься так ты сайт квестами да по сути то то есть нам в принципе не принципиально сразу проходить сюжетку ибо она здесь довольно короткая вот салон морярти обитательный готов не охота пить а не болтать я тебя не помню недавно в городе да конечно тут еще чем бы заняться надеюсь что под заняться чем-нибудь ты имеешь ввиду работу иначе тебе к нове мне нужен кто-нибудь чтобы доставить письмо возьмешься конечно почему бы нет отлично пожалуйста отнеси это письмо моим родным в поселок арефу я не получал от них вестей несколько месяцев я беспокоюсь когда доберешься туда спроси дэвиса веста он с радостью заплатите окей можно сказать об арефу конечно с удовольствием ты ведь оказываешь мне большую услугу ладно там есть какие-нибудь опасности которых нужно знать заранее но кроме тварей с пустошей работорговцев рейдеров и случайных мин нет в остальном там совершенно без а ну ладно если бы это было легко я бы пошла сама но еще кое-что спрошу ладно ладно а мне пора идти слушай еще раз спасибо за помощь это много значит для меня гладкая морда тебе что-нибудь нужно может выпить хоть что-нибудь ну хоть что-то дай мне немного поразмыслить а нет а мать вашу что еще это за что первый раз гуля видишь нет а кто такие гули но не всем повезло оказаться в уютном убежище когда посыпались бомбы многие снаружи попали под радиацию по полной программе и превратились в ходячие трупы насколько я могу судить мы стареем медленнее чем вы намного медленнее есть еще гули которые помнят войну понятное дело когда у тебя физиономия напоминает шмат броминьего мяса особой симпатии у людей это не вызывает да вообще-то не все так страшно спасибо на добром слове если своей доброты не хватает то хотя бы сделай вид так и рано или поздно сам поверишь ну да конечно но все равно уж лучше фальшивый комплимент чем плевок в лицо как обычно для гладкой морды ты в общем весьма ничего спасибо я еще моего отца ему на вид под пятьдесят не попадался такой воду такого типа я помню если честно обычно я не высовываюсь только клиенту в глаза глянешь сразу по морде но поговори с мариарти он больше знает ладно спасибо харя ну пожалуйста если тебе что-то известно моем отце расскажи мне извини гладкокожек я не могу так рисковать мариарти сделает из меня отбивную просто за разговор с тобой ну ладно пока наши красноречия не наклоняем тебя будут проблемы действует а где сам моря арти в задней комнате наверное колен моря арти к вашим услугам добро пожаловать к моря арти мой салон мой дом мой маленький рай в этой чертовой дыре эти усы теребит любой каприз за твои крышки садись и устраивайся поудобнее все твои проблемы остались в прошлом я ищу моего отца ему на вид под 50 не попадался такой боже это ты как вырос наш маленький мальчик настырный маленький поганец да и тогда и сдается мне теперь прошло много времени малыш о да твой папаша проходил мимо был да сплыл получил то зачем он приходил и ушел ты как я понимаю сделаешь то же самое верно мы с папой обородились убежище 101 тебе отец так сказал что ты родом из этой дыры и он тоже там родился твой отец принес тебя в убежище почти сразу после твоего рождения чтобы тебе ничто не угрожало это очень хорошо помню в конце концов вы же были у меня в салоне так оно и было твой отец его товарищ из братства стали и ты еще совсем сосуды у нас из братства стали присосаться мне жаль что так вышло с твоей мать себя правда жаль но жизнь продолжается твой папочка салгау жизнь полна маленьких разочарований а теперь ты уже не ребенок и хочешь знать куда подевался твой отец папа говорил что мы родились в убежище 101 то я родом они из убежище это чушь собачий ты это знаешь нет ты ошибаешься мой отец не стал бы мне лгать понятно знаешь я слышал как там у вас мозги промывают от одного парня который сбежал где-то лет пять назад да здравствует смотритель мы родились в убежище мы умрем в убежище и прочий бред в том же роде деточка да у тебя в мозгах программы не хуже чем у нашего железного пом шерифа давай умней и чем скорее тем лучше мы же не хотим чтобы кто-то воспользовался твоей беззащитностью да шучу я отец время про тебя рассказывал а кстати где он сейчас правда ну мы были знакомы совсем недолго но обычно тут всегда так когда люди сближаются остальное ничего не значит верно но он заходил сюда но уже ушел мне правда очень жаль но может ты успеешь его догнать он направлялся на юго-восток в город сказал что ему нужна информация от тех психов на станции ну знаешь станция новости галактики это то есть то что от нее осталось что это за радиостанция новости галактики новости галактики это сборище трепачей которые засели где-то в руинах вашингтона главный там у них некий псих по имени три догнает который вечно зудит про какую-то светлую сторону полный чушь но пожалуй если хочешь знать что происходит на пустошах это к ним мне на все это наплевать окей ладно давай мне пора идти буду ждать наши новые встречи затаив дыхание а вот если бы мне не удалось красноречием его обмануть то мне бы пришлось отправляться на миссию выбивать деньги из наркоманки ну красноречие спасает не всегда но ходить будешь а чё надо глядите к опять к нам тупица с пустошей так вот отродья я вас всех терпеть не могу держись от меня подальше чтобы не было беды ты судя по виду не из этих краев откуда ты тут не о чем говорить раньше я жил на пустошах и был настоящим мерзавцем но все это давно позади тебе никогда не приходило в голову вернуться что вернуться куда обратно на пустоши приятель ты чтоб наверняка умираешь со скуки я все это оставил позади осточертело грабить убивать и все такое я теперь другой человек до убийства грабежи это веселье верно знаешь иногда мне этого не хватает свободной жизни и всего такого прочего но я же конченый человек какая команда меня возьмет нынешняя молодежь ничего не знает об уважении пойдем со мной помочь мне не помешает не обижайся детка но ты не из той породы с кем я привык водиться я тебе наслышан чистюля из убежища не думаю что мы спойте нет тут не так уж плохо у меня остались хорошие воспоминания и ничего больше нет смысла их портить верно такие не пройти возвращайся если тебе что-то понадобится я слишком добрый для этого персонажа ибо давайте посмотрим на нашу карму и мы с вами добрый мученик из убежища а сейчас мы давайте отправимся сходим по-быстрому на миссию в супермарт и закончим на эту серию наверное но самое интересное что как бы серии это длинный получается ну и хорошо наверно с одной стороны напишите в комментариях что вы по этому поводу думаете хорошо это или плохо хорошо если вы начали бой который не можете закончить так так тихо тихо нужно туда вот здесь кстати в отличие от мара винда есть уже этот целеуказатель и это хорошо но начал в обливии не появился так что сложности стало меньше пока не будем тратить патроны одичавшая собака что-то бежит ко мне ну давай я сделаю тебя собачью отбивную на 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 давай человек молота урона наносится я ее бью-бью а урона мало наносится ладно собачье мясо на самом деле это плохо потому что мне сейчас придется в бахать в себя стимулятор у нас их не так уж много пока что и ладно сам виноват нужно было брать наш пистолет но увидите у нас патронов пока мало всего 180 патронов вы скажете что это не так уж и мало но на самом деле они улетают просто в секунду а теперь давайте я вам покажу как работает система ватс вот собака бежит вот она уже летит ты берешь голову пару раз стреляешь ну насколько хватает очков действия на самом деле вот игра кстати жестокая потому что здесь отлетают головы руки ноги все такое а с перком ну это перк потом отдельно я его наверное даже возьму и вы увидите что здесь не все так просто здесь все очень даже жестко вот этот вот магазин который нам нужен дам сейчас скорее всего переда перед ним будет случайная встреча то есть она обычно здесь появляется но я даже не знаю не могу предположить что это может быть так давайте мы соберем здесь у нас крышки здесь пусто пойдемте в магазин за покупками мы нашли супер март вот это вообще пиздец ребятки это нахрен жопу потому что вот эти наемники отправляются когда у вас хорошая карма накидай поговорим с вами так-то да это же святоша из убежища а мы тебя повсюду искали за твою голову назначена неплохая награда что думаешь можно вот так запросто творить на пустошах то что ты творишь и никто ничего не заметит досадно из тебя мог бы выйти прок насколько я слышал ну да ладно пришло время умирать вот это я имею ввиду можем можем договориться нет не думаю окей них ведь у них броня так что мы в жопе сейчас показались у них еще лазерный пистолет и так минус один убить их всех выстрелим голову у нас очки действия восстановились нужно подлечиться что удобно в этой игре это то что можно лечиться в останавливая бой может быть это немножко нечестно но так мне пофигу нам очень спасает жизнь она не спасет жизнь только если например в тебя летит какой-нибудь огромный снаряд подружить кого умерла да вот я тебя сейчас порешаю просто мне сажал собачье мясо случайно возьмем кому биту и покромсаем тебя на тебе дурочек нам пригодится это снаряд он не весит ничего так весит 25 боевой нож гранаты пачка сигарет это все можно продать и очень даже за хорошую стоимость броня лазерный частный контракт убейте пол мальчики и девочки нам нужно завалить очередного святошу рыцаря на белом коне вот детали имя пол прасра европеоид пол мужской награда тысяча крышек на сей раз для разнообразия сейчас они хотят голову доброй охоты вот эти ублюдки они будут меня преследовать периодически ну и по крайней мере разжились потому кто бежит мы разжились лазерным пистолетом и разного рода броней мы и починим знаете наш костюм кстати бронекомбинезон него сопротивление урону 12 не так много но это хотя бы хоть что-то пацан ты куда побежал просто я в курсе что вот этот поц он нам даст задание потом но тоже такая случайно встреча а он побежит от этого робота потому что робот чемпион клава он всяких типом людей на пустошах просто убивает потому что анклав это главные злодеи всей первых трех частей вот и все так а теперь мы пошли на газе мы что-то магазин пришли а тут уже на каких-то отвлекаемся у шлепков трупецкие висят мы заберем себе ядер полу которая даст нам тоже не можно лечиться на самом деле вот перед входом у нас здесь рейдеры с пистолетами которые можно будет продать и с броней нам очень пригодится на самом деле спасибо братья которые на самом деле не братья что они урода не мне тоже будут нападать что там сейчас звуки были так ладно пришли в супермарк только не понимаю почему они мертвые их вроде никто еще не убивал так ждем с другого автомат вы видите что собрали мы собрали квантовую ядер колу она не светится в этой версии короче в нормальных версиях она светится очень красивым фиолетовым оттенком и блин я потом поищу в интернете может быть я смогу это исправить что я люблю куда она светится я люблю обставлять и всю свою комнату так сейчас мы тут соберем здесь есть у нас довоенные деньги с заколкой довоенные деньги так откуда еще по мне стреляют вижу достаточно далеко жестяная банка чем есть граната можно в них кинуть гранатой или пока не будем тратить блин у них автомат уже так вот сейчас мы можем тихо 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 стой подлечились давай-ка мы тебе повредим из пантовую голову хотя конечно можно ставить по рукам что это чтобы выпало все надо явно сделать вот это вот возьмем лазерный пистолет и нужно закинуться ядер колы чтобы нам повысить здоровье надо лечиться на хрен здесь ничего нету это видели у противника отпала рука так теперь нужно найти чем-нибудь полечиться 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 так патронные винтовочку мы все заберем у него кастет патроны револьвер все это дело мы потом продадим а можно винтовку кстати мы себе оставим потому что винтовка нам пригодится это логично так броню рейдеров мы починим чтобы ее потом тоже продать это в не вегасе она потом ничего почти не стоит здесь она довольно таки ценная пару стимуляторов опять вжахнем но это вообще так то ребята нас жестко покромсали нам нужно будет опять закупаться стимуляторами так интеркова включаем ой я видел противника давайте пробуем пострелять из нашей новообретенной винтовочки выходи ублюдок вот так себе потому что она вся уже изглазданная хорош мы набрали новый уровень костюм брони рейдеров садистов мы для чиним так ну пока они нас не видят у нас повышается уровень так нам нужна была взрывчатка и так-то жалко на это тратить давайте мы прокачаем взлом а взрывчатку мы потом чем-нибудь другим подкачаем так у нас появилась новый перк наука и медицина плюс 5 или мы можем взять ворюга вскрытность и взлом бейсболист холодное оружие взрывчатка или можем добавить одну очку спешим а дать им пока возьмем бейсболиста все окей идем ползем чтобы нас никто не нашел так здесь мы можем чего-то полутать грязная вода лазерный пистолет батарея к пистолету свинину с бобами водочка холодильник всякая жрат жрачка блок сигарет это придет продается очень хорошо это я уже просто знаю готовый обед кстати можно продать будет хоть он стоит и недорого но и весит тоже мало мука кстати самый бесполезный пара стимуляторов мука самый бесполезный предмет крышками настал сбой да я помню как это делается взлом вообще-то ни в одной части особо не отличался ну в моровинде видели как он отличался еще в обливии он другой ну как бы вот в этих частях он одинаково абсолютно и давайте возьмем потратим наших стандартных патронов видит еще кто-то и был пиво кстати нам тут будет прибавлять силу говори вольвер судя по звукам ну и судя по одиночным выстрелом холодильник еще рачка кстати раньше этот холодильник не находил ни разу вот люблю такие игры крышками на кстати мощная мина пригодится нам потом люблю такие игры когда ты находишь в них что-то новое каждый раз когда играешь забираем патроны и револьвер и броню патроны револьвер и броню шипастая броня она ничем не чинится ну и неважно лазерный пистолет этим можно починить и облегчить нам свой вес так метрический ящик что здесь пюрешка бп пюре ключ от аптеки супермарта кстати полезная тема крышка мина ящик с гранатами 10 миллиметров патрон 10 миллиметров патрон 10 миллиметровый правильно говорить конечно лол глаз так все больше здесь ничего нет мы идем вот тут еще поищем патроны ящик с минами патроны 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 гранаты гранаты торговец из джанктауна рассказы это кстати полезная книжка которая тоже нам повысит а мы пока оставим она нам повысит сейчас скажу как это называется она нам повысит наш уровень навыков но мы пока оставим ее потому что потом лучше прокачаться и с глокоником я тоже зря это сделал тут можно открыть дверью ключ на я хочу через терминал я люблю эту штуку разгадывать так дико длинные тут гонки не подходит фартер лет тактик след значит мы выходим потому что иначе можно заблокировать терминал и потом просто пролететь давайте год лайк ну чинка это уже точно не подходит фэнсинг чине подходит и не тайм нет микс чур вот подошло потому что одна буква я совпадает так открыть замок спасибо теперь давайте тут лутать здесь пусто 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 так железнодорожные кост или из этого можно будет или костыли не суть важно зато можно будет сделать пришли рейдер еще рейдеры пришли и давайте сделаем так пиво заберем себе пиво пиво ящик ящик скороварка ланчбокс пульверизатор аптечные препараты грязная вода мента ты пакет крови радык стимулятор ядерный выстрел скрочная граната так нужно короче спутаться не стоп на надо знать что найти начали начали надо карты найти по которой он меня не будет атаковать типа карта сотрудника что лечить такого так вот обыскивали грязная вода водка водка грязная вода мента ты антир один винт пиво вот ядер кола вот там будет квантовая сейчас где-то тут ящик она должна светиться она не светится я попробую этот вопрос решить потому что блин это надо просто видеть как она красиво светится нужно будет в патч что ли поставить учете по такого потому что версии без дополнения не из она светилась это реально красиво потому что это квантовая ядерку и люблю этот цвет так а вот эти карты офисного клерка нам зло сейчас освободим робота он за нас точнее не за нас а поможет нам клапс не подходит кризис крас не подходит брут брут да нет не подходит бурант не подходит кризис ну коры точно кризис ламп кросс нет раз нет кайт точно точно это нам подходит кстати сейчас мы выпустим робота запустить программу эксплуатации выходит наш робот и идет кромсать противно жалуста загрузка личности давай робко ар-04 иди 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 помощник по офису загрузка стандартного офисного протокола ошибка загрузка плана на день ошибка обнаружена брешь системе без область них и пожалуйста отойдите пути подны пришли здравствуйте дорогой сотрудник нашего офиса пожалуйста предъявите удостоверение стропы прошу вас распознавание офисного удасты красиво бежать он ты выразил дебил не терпелется и убить к сожалению дружище извини мне пришлось тебя убить поэтому заберем биту и мы перегружены нам нужно срочно чиниться оружие пистолет пока нет блин и биту тоже нет мы щас отсюда не уйдем поскакали ты че украинец хэдшок хэдшок ты делаешь ты попал на 85 процентов скотина не попал ты че бедил ты че не умный что ли шипастая бронерейдеров чиним и оружием ну то есть мне кажется восприятие оно влияет не только на меткость стрельбы но и в том числе на меткость стрельбы как раз таки в отце так вот еще последний там давай иди ко мне хана тебе кусок какахи и шлем рейдеров псов и мы готовы сваливать отсюда вообще если нам будет не хватать мы выпьем пива и нам будет хватать веса чтобы отсюда свалить чем подобрали оружие пистолет хорош все мы сваливаем давайте я с ним поиграюсь как два пальца у нас только убираем в одну хорошую игру опа мой не попал пожалуйста простите меня мы просто играли ну я думаю поиграем с тобой честное слово честное слово честное слово а вам слабо а вам слабо так нужно броню нам сейчас опять починить а нам не удастся поэтому нам нужно починить револьвер у нас все равно 209 ладно тогда нужно бахнуть блин водку жалко она дорогая а вот виски нормально сила плюс 1 можно снова бежать сейчас мы придем к мойре продадим ей все сохранимся и увидимся уже в следующих сериях тогда порешали всех ножом молодцы чё мегатонны отправляемся сдавать здание быстрым путешествуем кстати да в том же моровинде там нельзя быстро путешествовать только через сил страйдеров а просто так по карте нельзя это уже казуальщина считается эй привет тебе что-нибудь нужно? нет мне нужно в магазин то есть ну да мне нужно нужно в магазин блин ночь сейчас уже закрыта будет нет открыто еще но она меня ждала такого обаятельного как я давай привет ну как твои раскопки удалось достать продукты и медикаменты из супермарта пришлось попотеть но еда лекарства у меня серьезно? правда? правда? отлично расскажи мне все ну очень трудно разговаривать с людьми которые все время в меня стреляют о боже ну похоже эти старые склады окружены опасностями и так просто к ним не подступишься в противном случае там бы все растащили верно? ладно оставь находки себе я сама недавно наменяла много еды вот попробуй угощаю а то мне это уже приелось о вот это еще возьми это старый дезинфикант для пищи просто носи его с собой и он автоматически сделает еду и воду более лучше окей давай продолжим исследование для первой главы мне еще нужно изучить влияние радиации на живую особь мне нужно чтобы кто-то разведал как проходить через минные поля и на этом первая глава книги будет закончена что тебя больше всего возбуждает? давай про мины мины одна из немногих опасностей на твоем пути из которых можно извлечь выгоду обезвредь ее перед тем как она взорвется и можешь продать за кучу крышек ходили слухи о городе призраки забитым минами до отказа торговцы называют его минное поле кажется хорошее местечко для полевых работ отправляйся туда возвращайся и расскажи мне о нем все и пожалуйста захвати с собой мину мне на исследование ладно схожу на минное поле пожелай мне пожелай мне удачи да не бойся туда никто не ходит говорят что это город призраков а поскольку призраков не существует то никто не помешает тебе заняться минами говорят в центре города есть детская площадка доберись до нее и возвращайся думаю впечатление у тебя будет предостаточно мы видим так давай на продажу ну насчет бы продадим я сейчас наши вот этот слабенький пистолет а у него крышах нихрена нет блин а давай мы тебя купим стимуляторов что ли а кстати можно купить схему ракетки когда нам с ними рассчитаться вообще ладно сейчас попробуем выкидную нож боевой нож кастет на гранаты лазерный пистолет кинематическое ружье револьвер штурмовая винтовка себе оставим боевая броня рейдеров комбинезон убежище лабораторный халат убежищ шипастая броня рейдеров шлим рейдеров псов океанная маска перечи сухарики винт водка готовый обед грязная вода квантовая ядеркова мы пока оставим кексы из болотника кусочки из ванны ментаты длинные яблоки пакет крови пиво пирог быстрого приготовления соединены с булами собачьи мясо соусбери стейк стимулятор шашлык из агуаны ядеркова пока себе оставим довоенные деньги пачка сигарет дезинфектант себе оставим блин много-много ладно давайте мы купим тогда у нее покупать то нечего ладно отмена ладно мне пора давай короче спасибо всем за просмотр мы продадим этот день в другом месте всем до встречи в следующих сериях удачи и пока